9 декабря отмечается Международный день противодействия коррупции. Эта дата связана с принятием Конвенции ООН против коррупции, участниками которой в настоящий момент является 158 государств. В Чувашии в 2013 году более чем в полтора раза возросло число преступлений коррупционной направленности. С начала года в республике возбуждены уголовные дела по 418 сообщениям. Следователями выявлено более 500 преступлений. Коррупция является крупнейшим препятствием экономического роста и развития, способным поставить под угрозу любые преобразования. Помимо прямого влияния на экономические процессы, коррупция имеет выход в социально-политическое пространство. Она подрывает доверие граждан государственной власти, повышает социальную напряженность. Мы решили собрать студентов и разъяснить им нормы коррупционного законодательства, антикоррупционного, чтобы они знали, как себя вести, тем более, что они будущие государственные служащие, муниципальные служащие. И прежде всего они должны знать, как использовать антикоррупционное законодательство. Противодействие коррупции будет успешным только тогда, когда произойдет перелом в общественном сознании и будет выработана нетерпимость к любым ее проявлениям. Результат борьбы с коррупцией зависит от совместных усилий государства и общества. Однозначно мы, естественно, должны осуществлять те проблемы, которые в нашем обществе есть. В том случае, если мы их замалчиваем, мы элементарно просто их консервируем. И в будущем они снова также проявятся. Наша модель поведения, она останется, никуда не денется. Среди коррупционных преступлений лидерство продолжает удерживать служебный подлог и взятки. С начала года возбуждено 418 уголовных дел. Растрата с использованием служебного положения, присвоение, мошенничество, а также злоупотребление должностными полномочиями. Вот только неполный список распространенных преступлений. Но за преступлением следует и наказание. С начала этого года на скамье подсудимых оказались 25 сотрудников муниципалитетов, 12 представителей власти. В 2013 году направлено в суд, это, наверное, самое резонансное уголовное дело, в отношении бывшего начальника управления Федеральной миграционной службы России по Чубашской республике Леонида Дружинина. Кроме того, в текущем году привлечен целый ряд высокопоставленных сотрудников муниципалитетов. Так, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении главы Мариинско-Пасадского района. Уже выслушали приговоры главы администрации поселка Ибреси, города Ядрина, села Красные Читая. Также сейчас на рассмотрение в суде находится уголовное дело в отношении бывшего главы администрации, города Шумерли, Алексея Зименкова. Общий ущерб государства от коррупции в этом году оценивается в 76,5 миллионов рублей. Следователи наложили арест на имущество на сумму 34,5 миллиона, что может хотя бы частично нейтрализовать последствия коррупционных действий. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика.